Продолжение следует... 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 Я прошу вас с помощью, если можно, оперативно отреагируйте. Сейчас мы отреагируем. К вам на ковер, как руководителю. Пусть переедут они. Сейчас мы все соберем. Я для этого вызвал сотрудника, который будет проводить проверку по этому факту. А потом уже, если эти факты подтвердятся, мы это все направим в прокуратуру, будет прокуратура разбираться. Это все понятно. Вы сейчас можете этих людей пригласить сюда, чтобы мы совместно с ними посмотрели видео? Я сейчас выясню, кто это, что это. Если можно, нам бы тоже было интересно. Можете смотреть в лицо. Ну, выключайте. Ну, вызывайте, мы вместе с ними посмотрим. Ну, известно, этот человек. Ну, я могу посмотреть. Я могу посмотреть. Конечно, мы сейчас увидим. И послушайте, и посмотрите. Все есть. И деньги. И не просто гривны. Доллары. Гривны. Все подряд. Все. Сопроводим. Все четко. Зачем кричать? Мы не кричать. Я не кричать. Я так ворожен. Я думал, этого нет. Я приехал в Харьков и увидел такое. Я думал, этого нет. Я думал, ушла городская ГАИ, заменила полицию. Я думал, область. Думаю, все. Четко. Остановили. Предложили продвучить. Давай вызовут, Лиша. Мы не тратили время, а зря. Сейчас, Владимир, я говорю, что вызывайте. Это кто это? Киевская ГАИ. Вызывайте руководителя сюда. Но вы, наверное, уже не пострадали. Саша, вы показали? Смотрите, что произошло дальше. Сейчас покажу лица. Теперь смотрите, что произошло дальше. Что произошло дальше. Смотрите, вот. А теперь смотрите. Смотрите вместе. Смотрите, мы остановили и сообщаем, что мы зафиксировали, что у нас все есть. Они вместо того, чтобы остановиться, выслушали. Смотрите, что они делали. Смотрите, а Саша за ними зацепился и все, и пошел. Все, кто так поступает? Вместо того, чтобы посмотреть, сказать, ребята, что у вас случилось, давайте задействуем, давайте вызовем, давайте посмотрим. Были у вас такие случаи с оперативной болью? Будьте любезны, пригласите их, давайте мы посмотрим непосредственно передачу денег, взятки, пусть они объяснят, почему так произошло, почему пьяного отпустили, почему взяли деньги. И уже дальше мы посмотрим вместе, обсудим с ними. Мы не будем с ними обсуждать ничего, потому что если данный факт, сейчас проверку проводим, данный факт налицо, то, что заснято, и все, о чем с ними беседовать? Я хочу посмотреть, вы можете нам посодействовать? Нет, нет, вы не понимаете, подождите. Нас интересует 90 приказ, нас не интересуют они. Подождите, 90 приказ, это 90 приказ. Найдем и начальнику, и кто инструктировал их. Я вам задам вопрос прямо в лицо. Вы готовы сейчас посодействовать нам в том, чтобы данные лица приехали сюда, мы идентифицировали и сняли, потому что данный сюжет будет транслироваться по телеканалу, будет обучен в средствах массовой информации, мы хотим от вас получить содействие. Да или нет? Если да, вы готовы, если вы будете мне вот это рассказывать, это бесполезно. Мы тогда поехали дальше, не будем занимать ваше драгоценное время. Почему? Вы готовы посодействовать? Сейчас мы посодействуем. Будьте любезны, чтобы мы не тратили время. Мы посодействуем, но идентифицировать вы в каком плане их будете? Сюда пригласите их. Я хочу посоветить людей, которые мне переехали сегодня. Я могу на них посмотреть? Сейчас команду дают. Почему так произошло? Вот это работа руководителя. А вы сейчас... Мы проведем какую проверку, вы думаете, я извиняюсь, я сейчас закончу буквально минуту. Думаете, я буду ждать результат вашей проверки? Мы вот это вот приезжаем, публикуем средства массовой информации и все. И дальше пусть занимаетесь, прокуратура, кто угодно. Мы от вас хотим. Для чего мы к вам пришли? Мы хотим от вас, к которому вы видите, реального результата, реальной реакции, понимаете? Чтобы мы увидели в вас человека, который способен руководить управлением ГАИ. Получается, я сейчас пришел к вам, что пришел, что два листочка мне дали. Пишите, мы почитаем. Это старая школа, мы же идем к новому. Что мне почитать? Подождите, новое, хорошо. Все это прекрасно. Есть, вы с заявлением пришли. Мы знаете, что хотим? Подождите, вы ко мне пришли с заявлением, так или не так? Заявление. Заявление нужно оформить. Мы вам устно говорим, этого достаточно. Устно говорим, что произошла такая-то ситуация, готовы показать. Устно, хорошо, я вам предложил написать. Вы можете описывать, мы зафиксируем. Пожалуйста, представьте. Меня Александр зовут, фамилия моя Куницкий. Нет, но можно документ какой-то? Покажи, пожалуйста. Я же не возражаю против проверок и всего остального. Да я понимаю, что вы не говорите. Я хочу просто от вас и действия, чтобы не я... Да, зовут Виталий, фамилия Косенко. Я же вы из-за контроля, хожу из-продукции. Данные сотрудники были замечены в коррупционных действиях? Может, до этого? Ну, если бы они были замечены, и бы не было вообще. Нет, я знаю, попадались такие сотрудники, которые потом восстанавливались. Числят, они на хорошем счету у вас? В районе нормальном. Ну, то есть характеризуется как нормальный. Ну, сейчас, конечно. Вы не владеете ситуацией конкретно по ним? Ну, я так понял, там сообщение какой-то. Мы, честно говоря, не знаем. Он звание. Он звание. Он является, я так понимаю, какое звание, я не помню. Не майор, нет. Капитан. Капитан, да? Капитан. То есть звание серьезное. Капитан, как бы, тем не менее. Не остановились, не оказали помощь. Почему они скрылись? Почему вам они не доложили, ну, или своему руководителю, не доложили об инциденте? Потому что инцидент был так или иначе. Ну, и с этим мы разберемся. За это мы переживали. А, Дошу, сейчас... Вы знаете, мы вообще никогда не переживаем. У нас, если вы следили за нашими материалами, мы вообще в Днепропетровске даже не заезжали к руководству, не делали так, как вам. Мы в Днепропетровске сняли видео со взяткой, опубликовали его, и через 15 минут на странице Аваков отписался. Их нет. И руководителя тоже. По 90-му руководителя их нет. Все сказали отлично. Они были в АТО, они были везде. За них просили любые. Мы приехали, их четко все сняли. Ну, вы носите вот сейчас. Вам нужно оказывать помощь. Я вам предлагаю. У меня есть направление на СМЭ. Мне дали его в милиции. Вам надо сейчас, может, перевязывать. Нет, сейчас все в порядке. То есть у меня кровотечественная... Мне в милиции только что оказывали помощь. Мне сотрудники полиции дали бинт, у меня забинтована нога. Все в порядке. Ну, руку вот вырубали. Нет, ну, это я упал. Давайте мы тоже сейчас... Нет, тут сейчас нечего переманывать. Спасибо большое. Здесь в этом необходимо... Нам полиция посодействовала в своем очереди. Очень хорошо. Смотрите, что бы ни случилось в службе ГАИ, я имею вовсе, в рядовых сотрудниках, по такому инциденту два сотрудника. Даже если я не скрываю, они должны были доложить об этом. Это доложить об такой ситуации. Они должны были доложить. То есть, защищая себя... Во сколько это было? Это было около... Ну, час-полтора максимум назад. То есть, в принципе, времени предостаточно. Мы за это время успели побывать уже и в городском... Ну, то есть, в райотделе нас полиция довезла туда. В Киевском. В Киевском. В Киевском, наверное, в Заржинском. В Киевском. Ну, который недалеко от вас. В приезде. Да, который вот два километра от вас. Ну, мне даже с райотдела никто не скрывался. Вы понимаете, ну, поэтому ситуация такая, что хотелось бы понять. Хотелось бы, чтобы пригласили их. Может быть, руководители. Может, непосредственно, их руководитель, начальник их лучше знает. Почему так произошло? Что это произошло? Почему так было? Ты начальника что-то? Очень... Я... Пока все... Мы ехали. Очень сильно у меня возбудили слова инспектора. То, что мы сейчас тебя проведем. Тут просто полиция ездит. Мы сейчас все проведем. Ты главное не нарушайся. Ты главное не нарушайся. Мы сейчас тебя проведем. Говорит, спокойненько. Мы сейчас за тобой будем ехать. И ты не нарушайся. Спокойненько все это самое. Говорит, что там у тебя есть? Он говорит, 100 долларов. Не, 100 долларов мало. Гривны давай. Сколько там? Гривны. То есть, и доллар и гривны. Ну, это тоже видео у вас все, да? Да, конечно. сам водитель уехал он вам нужен на его же свидетельствовали инспектора конечно там они продули на драге прямо себя в автомобиле составлены ему штуком без понятых все как по все по закону и сразу же штраф сразу же на месте штраф в принципе он уже прошел полный круг законодательный я вам скажу что я вам скажу что это все происходило не так уж и медленно не так уж и раздумано не так уж и обдумано то есть поверьте нам что в нашем опыте мы знаем кто как где когда за какое время то есть какое время нужно чтобы понять человека изучить его то есть как все происходит я скажу одним словом не опасаясь просто не опасать просто так как будто как будто это шесть лет или семь лет назад как будто это еще нету полету видеокамер нет я вам скажу сейчас просто настроение здравствуйте да давайте начнем задать на тему выделить